Губернатору Тверской области Игорь Рудене в четверг исполнилось 56 лет. Он возглавил наш регион чуть менее 8 лет назад. За это время в Верхнеболжье произошло немало позитивных изменений. Регион приступил к реализации целого ряда важнейших проектов. Среди наиболее важных стоит отметить реформу общественного транспорта. Как известно, к 2020 году она представляла в муниципалитетах смесь маршруток и старых автобусов, трамваев, а также троллейбусов, которые ходили кое-как. Теперь же в округах активно внедряется новая система с регулярным графиком движения и современной системой оплаты. В Твери наконец-то начали решать проблему ревитализации морозовских казарм. Первый этап в виде расселения жильцов из аварийного фонда уже завершен. Огромное внимание уделяется транспортной инфраструктуре. В области активно обновляется сеть дорог. Завершается последний этап прокладки через регион трассы М-11. В столице Верхнеболжье наконец-то строится западный мост через Волгу, который по факту представляет собой возведение или реконструкцию целого ряда виадуков. Преображается Конаковский район, где на глазах появляется современнейший туристический кластер. Во многих округах строятся социальные объекты. Школы, детские сады, поликлиники и больницы. Можно не сомневаться, что работа по этим и многим другим направлениям будет продолжена губернатором Игорем Рудени и в дальнейшем. Наш медиахолдинг присоединяется к поздравлениям в адрес Игоря Михайловича Рудени. Желаю дальнейших успехов в непростом деле руководства таким большим регионам, как Тверская область.